Всем привет! Это программа «Точка.ру». С вами Юлия Черняева. И сегодня я вновь расскажу о том, чем жила Всемирная Сеть всю минувшую неделю. Обновляемся! Поехали! Поехали! В Сахаре впервые сняли на видео барханных котят. Все это и многое другое прямо сейчас. Инженеры Самарского политеха разработали мегароботов под названием Ларифуга. С ними удалось пообщаться нашему корреспонденту Марианне Мирной. Выяснилось, что ларифуга с латинского переводится как «бродяга». Это своеобразный прототип ходячей архитектуры. А разработчики надеются, что подобные устройства – это наше недалекое будущее. Подобные конструкции уже создавались ранее трижды. Самарская схема всего лишь четвертая в мире и признана научным сообществом самой удачной. Управляются эти избушки на ножках умной перчаткой. Тоже разработка студентов политеха. Она может соединяться по блютусу с любым устройством. Перчатка просто надевается, как, собственно, и обычная перчатка. И все. Она может распознавать некоторые простые жесты, то есть наклоны, повороты и движения пальцев. Если мы сжимаем руку в кулак, то ларифуга ползет назад. Если разжимаем руку, то она идет вперед. Наклоны, соответственно, позволяют ногам вращаться в разные стороны. И скорость движения регулируется углом большого пальца. Опытные экспонаты пока не идеальны, но уже близки к совершенству. В итоге должны получиться конструкции, в которые поместится человек, стол, стул и все необходимое для работы. Слушай, Алиса, расстояние от Земли до Луны 384 403 километра. А у тебя есть мечта? Побегать босиком по земле. Алиса, проще говоря. Знакомьтесь, это Алиса, голосовой помощник, созданный в Яндексе. Алиса умеет решать повседневные задачи, посоветует места поблизости и объяснит, как до них добраться. Расскажет последние новости, сообщит прогноз погоды, включит по вашей просьбе музыку и найдет любую информацию в интернете. Но главное, Алиса не ограничивается набором заранее заданных ответов. В ходе разговоров она способна импровизировать. В этом ей помогают нейронные сети. К ней можно обращаться не только за решением задач, но и когда хочется просто пообщаться. У Алисы есть запас историй, например, сказок и анекдотов. Сейчас Алиса живет в приложении Яндекс для iOS и Android и в бета-версии голосового помощника для Windows. А вскоре появится и в Яндекс.Браузере. Чем пахнет и интернет? Как вы думаете? Художник и химик по образованию Сесель Талаас представила на Биеннале в Москве серию запахов, которые связаны с теми или иными историческими событиями второй половины 20-го столетия. Создание уникального запаха интернета является завершением этой экспозиции. Несмотря на то, что созданный запах интернета – это вполне абстрактное понятие, он состоит из частиц озона, металла и обычного воздуха. Это единственный аромат виртуальной сети, который можно почувствовать в реальности, заявила художница. Благодаря нанотехнологиям ароматы могут сохраняться более полугода в специальных металлических полусферах. И эти ароматы не для продажи. Моя работа для тех, кто интересуется исследованиями космоса, интернета, компьютеров, сказала Талаас. На прошлой неделе Королевская академия художеств в Лондоне запустила бесплатное приложение Smartify. Создатели сравнивают его с приложением Shazam для распознавания музыки. Новое приложение идентифицирует произведение искусства с помощью мобильной камеры, которую стоит навести на картину, скульптуру или рисунок. Программа выдаст всю известную информацию от автора и названия до истории создания и различных интервью. Приложение также работает на цифровых изображениях и репродукциях. В данный момент в базе данных находятся 30 самых известных музеев и галерей мира, включая Эрмитаж и Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Скачать бесплатное приложение Smartify можно в iTunes и Google Play. Бывший вокалист Blink-182 Том Делонг основал космическую организацию по исследованию НЛО. Звездная академия искусств и науки займется тремя видами исследований – развлекательными, аэрокосмическими и научными. В планах организации построить космическое средство, которое способно мгновенно путешествовать сквозь космос, воздух, воду, пространство и время. В команде Делонга заявлены бывшие сотрудники ЦРУ, Министерства обороны США, НАСА и подразделение Scankworks, которое занимается авиастроительными разработками. Делонг, кстати, покинул группу Blink-182 в 2005 году, но вернулся в группу в 2009. Музыкант вновь объявил об уходе из коллектива в 2016 и ради исследований угрозы инопланетного вторжения. По его словам, правительство получило научные доказательства существования инопланетян и скрывает их. Ну и куда же мы без котиков? Исследователи впервые сфотографировали и сняли на видео детенышей дикого барханного кота, обитающего в Африке. Биологи обнаружили котят в пустыне Сахара на территории Марокко. Найденные детеныши родились шесть недель назад. Вы только посмотрите, какие они миленькие. Барханные коты – очень редкий вид. Они водятся в Африке, на Аравийском полуострове, в Ближнем Востоке и в Средней Азии. Они меньше домашних кошек. Вес взрослого животного – около трех с половиной килограммов. Они меня ждут, эти неприятности. Я пошел. Друзья, если вы стали очевидцем чего-то необычного или смешного, присылайте нам свое видео. Мы его обязательно покажем в эфире. Дети, кошки, собаки, соседи, а также любые интересные истории из вашей жизни. Ждем на почту. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группа ВКонтакте, фейсбук и канал на ютьюбе. А теперь мы есть и в телеграм. И не скромно хвастать, но все же на ютьюбе у нас уже 15 миллионов просмотров. Напоминаю, что вы можете скачать приложение Самара Гис на свой телефон или планшет. Программа доступна как для андроид, так и для ios. Смотрите нас онлайн в любое время, в любом месте. Не забывайте прислать свои интересные новости в наши группы. Всем лайк. Пока. Перелази, пойдем. Пойдем на ту сторону, пошли. Смотри, не упади только. Это будет фиаско. Это фиаско, братан. Фиаско. 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 Продолжение следует...